Друзья мои, приветствую! Решил записать для вас такое относительно спонтанное видео, которое касается двух способов игры на гитаре. Многие их используют осознанно, целенаправленно, а некоторые по своему незнанию путают их, и игра получается далеко не такой вкусной, как можно было бы это сделать. Что это за приемчики, что это за способы игры? Первый это «кантабеле» называется по-итальянски. И термин означает «певучее», когда мы протяжно играем мелодию. Я сейчас все на парочку примеров покажу. И второй способ – это стакката, когда мы конкретно четко обыгрываем ту или иную ноту. Ну, к примеру, давайте мы возьмем с вами одну известную мелодию из репертуара Джо Дассена «Бабье лето». Вот мы сейчас играли «кантабеле», то есть все было певучее. И, к примеру, возьмем еще мелодию блантера Джон Грей. Ну, я думаю, что общую картину я передал. Вы обратили внимание, что эту мелодию я уже играл с применением приема стакката. Стакката – это когда мы резко обрываем ноты. Каким образом это достигается? Во-первых, после того, как мы извлекли звук, мы сразу же подышечку пальца кладем на эту струну, которую только что щипали, и тем самым глушим звучание. И, во-вторых, мы немножечко ослабляем палец левой руки, которым мы зажали ноту. Вот мы сыграли, например, ноту До, да, и чуть-чуть ее вот ослабляем палец, и тем самым приглушаем как бы звучание этой ноты. Если синтезировать эти два приемчика, то есть одновременно и глушить подушечкой паравого пальца, и отпускать немножечко струну, оставлять палец, то тогда этот приемчик будет более заметен. И он, как вы видите, диаметрально противоположен предыдущему приему, когда мы играли все певучее. И вот представьте себе, если мы немножечко поменяем местами, то есть не ко всем композициям подходят эти примеры. Например, на «Бабье лето» мы будем играть стакката. Ну, во-первых, это еще надо умудриться, а во-вторых, у меня ассоциации возникают с икотой. То есть такое впечатление, как будто бы мелодия начинает заикиваться как-то. То есть пропадает эстетическая красота этой мелодии. И напротив, если, скажем, мы возьмем мелодию Джин Грей и будем играть ее кантабили. Ну и так далее. То есть, на мой взгляд, возникает здесь такая грузность у мелодии. И ассоциации у меня такие, будто бы слон в посудной лавке пытается вот как-то вот так вот развернуться, чтобы ничего не задеть. Некоторые начинающие музыканты, они играют ненамеренно практически всегда приемом стаккату. То есть обрывают ноты, как только она прозвучала. То есть начал нота звучать, сразу раз прекращают звучание этой ноты. Почему? Обычно считывают ноты по нотному стану или по табулатурам. И вот, например, написано три ноты. Ля, До и Ми. И вот Ля сыграли, дальше какая нота смотрит в табы? До, сыграли и Ми. И вот получается, что все ноты, оп-оп-оп, как будто бы потрезанные. Хотя можно было бы сыграть вот так вот более певучие, кантабили, и, соответственно, звучание было бы приятным. Что я хотел сказать в этом видео. Старайтесь грамотно использовать приемы игры на гитаре. В частности, следите за тем, чтобы играть в нужных произведениях протяжно, кантабили, а в каких-то произведениях применять прием стакката. Потому что он украшает в определенном смысле, делает мелодию более конкретной, четкой, подвижной и динамичной. Всего доброго. Занимайтесь. Если видео это показалось вам полезным, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте колокольчик, для того, чтобы получать сообщения о том, что появилось новое видео на моем канале. И будем вместе совершенствовать нашу игру на гитаре. Пока-пока.